Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу «Ильичевские новости» в студии Елена Прокопьева. Сегодня в нашем выпуске. Семеро сотрудников коммунального предприятия «Муниципальная охрана» получили удостоверение общественного помощника участкового инспектора милиции. В одном из доков Величевского судоремонтного завода ремонтируется сухогруз «Александра-1» компании «Транс-Юг». В Величевске продолжаются работы по замене систем электроснабжения в домах старого жилого фонда. А в этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. На початку выпуску мы пропонуем до вашей уваги короткий огляд подій в Украине и свете, информация про которую отримана с мережей интернет за допомогою интернет-провайдера Global City.net. У середу 23 липня у районі селища Дмитрівка терористи підбили два літаки Збройних сил України Су-25, які надавали вогневу підтримку підрозділам, які тримають позиції на кордоні держави. Терористи почали обстріли зенітних ракетних комплексів, коли чотири штурмовики Збройних сил поверталися після успішно виконаних завдань в цьому районі, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони. Не зважаючи на протиракетні маневри і відстріл теплових пасток, два літаки отримали пошкодження, льотчики капітулювалися, йдеться в повідомленні. Президент виступив проти запровадження воєнного стану в Україні. Про це він сказав під час зустрічі з керівниками парламентських фракцій та груп. Петро Порошенко наголосив, що Україна вже перебуває у стані бойових дій та має обороняти свою територію. Для цього необхідна боєздатна армія та відповідне її забезпечення. Під час воєнного стану заборонено постачання зброї і продукції подвійного призначення, пояснив глава держави. Європейські компанії істотно скоротили реверсні поставки газу в Україну, що пов'язано з прогнозами з боку російського «Газпрому», заявив міністр енергетики Юрій Продан. Він розповів, що планує 24 липня обговорити з європейським комісаром з енергетичних питань Юнтером Еттінгером скорочення реверсних поставок природного газу в Україну. При цьому міністр уточнив, що скорочення поставок газу з Європи спостерігається вже протягом двох тижнів. За словами Продана, Україна може отримувати до 18 мільйонів кубометрів газу на добу з Євросоюзу, але зараз ми отримуємо 6 мільйонів кубометрів, додав він. Затонулий італійський лайнер «Коста Конкордія» повернули в транспортабельний стан. Тепер його буксують до Гену і де розберуться на металобрухт. Минулого тижня рятувальники підняли лайнер із талевих опор і підкріпили до нього кесони з повітрям, аби він зміг триматися на плаву. «Коста Конкордія» зазнав аварії в січні 2012 року, не летівши на скелі біля острова Джиліо. Судно лягло на борт і частково затонуло – 32 людини загинули. Парламент ухвалив головний закон для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом. Документ дозволяє оцифровувати відбитки пальців і вносити їх в біометричний закордонний паспорт. Оцифровані відбитки після внесення в безконтактний електронний носій вилучаються з реєстру та знищуються. Запровадження в Україні біометричних закордонних паспортів, які міститимуть відбитки пальців їхніх власників, є основною вимогою Євросоюзу для спрощення візового режиму. Влада пообіцяла, що біометричні паспорти почнуть видавати з 1 січня наступного року. І вони будуть майже вдвічі дешевші, ніж сьогоднішні бланки закордонного паспорта. В середу в городському отделі милиції состоялось вручение удостоверений общественного помощника, участкового інспектора милиції, лучшим сотрудником коммунального предприятия «Муниципальна охрана». В отряде коммунального предприятия «Муниципальна охрана» работают 26 человек. Семеро из них получили удостоверение общественного помощника участкового інспектора милиції, которые дають им більше полномочий по охрані общественного порядка. «Общественное формирование по охрані общественного порядка правопорядок центру уже не первый год с нами активно взаємодействують. С членами формирования правопорядок центру мы уже неоднократно проводили занятия по теоретической подготовке. То есть на практике у них наработан достаточно большой опыт, потому что уже не первый год они у нас патрулирують улицы города. Но сейчас они будут более активно взаємодействовать именно с участковыми інспекторами». Сотрудники муниципальной охраны постоянно повышают свой профессиональный уровень. «Сегодня мы стали святками подеек, яка на мой взгляд свідчить про уровень профессиональной зрелости Комунального предприятия «Муниципальная охрана». А саме семеро наших працівников были приняты помечниками, громадскими помечниками дільничного инспектора милиції Ильичьевского міського отдела милиции. «З числа семи працівників, которые удостоялись такой честности, значит, все хлопцы працюють больше року и за период несения службы проявили себя с лучшей стороны на их рахунке и факты затримания, и численные факты затримания админправопорушников. Для мене, як для керівника підприємства, дуже приємно, що керівництво міського отделу звертає увагу, серйозну увагу на ті резерви, які є у них по наданню допомоги в охороні громадського порядку, і це стимулює до подальшого вдосконалення». Общественный помощник участкового може требувати від нарушителей правопорядка при діявлении документів, доставлять нарушителей в отдел внутренних дел, проводить индивидуально-профилактическую работу, составлять протокол об административном правонарушении, применять методы физического воздействия и спецсредства і виконять служебне поручення участкових інспекторів. Сотрудники, получившиеся сегодня удостоверение, хорошо понимають возросшую ответственность. «Муниципальна охрана робота вже більше полтора року. Сегодня нам вручили удостоверение помощників участкових. Це нам дає дополнительные обязанности і ответственность. Ми це понимаємо і будемо продолжати роботи для города, для жителів города, щоб вони чувствувалися в безопасності». Работа муниципальна охрана і робота общественних помощників положительно сказываються на застоянии правопорядка Валичевськи і є ощутимою помощью милиції. Во вторник состоялось очередное заседание Постоянной комиссии по вопросам депутатской деятельности, законности, правопорядка і соціальній захисті граждан. Начальник Городського фінансового управління Ольга Яковенко ознакомила депутатов с предлагаемими дополнениями к городской целевой программе развития гражданской защиты. После обсуждения комиссия рекомендовала вынести этот вопрос на утверждение сессии. По информации Личевского городского отдела милиции, 16 по 23 июля оперативными дежурными было получено и зарегистрировано 114 сообщений и заявлений граждан о правонарушениях и других происшествиях, из них 45 с признаками уголовных преступлений. В четверг, 17 июля, от жительницы Личевска поступило заявление о том, что у ее несовершеннолетнего сына на пляже украли мобильный телефон марки iPhone. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной милиции по делам детей Личевского городела установлены лица, совершившие преступление, которые дали признательные показания и выдали похищенное имущество. По данному факту, открыто уголовное производство ведется досудебное расследование. А сейчас информация коммунального предприятия Личевского доканал. В связи с отключением электроэнергии службы РС в четверг, 24 июля, с 9 до 17 часов будет снижено давление подачи холодной воды. Вода будет поступать до 4-5 этажей по улице Данченко в доме номер 1 и по улице Парковой в домах номер 2, 2А и 4. Ильичевский водоканал приносит свои извинения за причиненные неудобства. На сегодняшний день на Ильичевском судоремонтном заводе находится 7 ремонтных объектов. Большой объем работ проводится на судне «Алесандра-1». Владельцем теплохода «Алесандра-1» является компания «Транс-Юг». Судно ходит под флагом «Мальты». Сухогруз имеет длину около 150 метров, ширину – 22 метра. Вот уже около двух недель «Алесандра» стоит в доке Ильичевского судоремонтного завода. По данному судну ведется полный комплекс ремонтных работ, начиная от доковых, очистки окраски корпуса, проверки в работе винторолевого комплекса, ремонта механизма изменения шага, редуктора. Проведена дефектация корпуса судна, по результатам которой выполняется замена корпусных конструкций в объеме 20 тонн. Также дегазация для выполнения данных работ, дегазация топливных танков. По механической части выполняется комплекс работ по ремонту вспомогательных механизмов, дезер-генератора, сепаратора насосов, редуктора брашпиля. Также проводится комплекс работ по трубопроводной части, замена балластного трубопровода, сушительного трубопровода. Все трубопроводы проходят горячую оцинковку с последующим монтажом на судне. Кроме того, будут отремонтированы электродвигатели, валогенераторы и генераторы судна. Для выполнения некоторых работ привлекаются высококвалифицированные специалисты. По ремонту механизма изменения шага проводится довольно серьезный ремонт с изготовлением управляющего и исполняющего заводников силами подрядных организаций завода. Эта работа довольно специфическая, требующая высокой квалификации и серьезной подготовки специалистов. Из-за большого объема работ сроки ремонта были увеличены с 22 до 30 дней. Сухогруз Александра покинет Ильичевск ориентировочно в первых числах августа. А сейчас информация Ильичевского района электрических сетей. В связи с плановыми ремонтными работами в четверг 24 июля в период времени с 9 до 17 часов будет отключена электроэнергия в Ильичевске по улице Данченко в домах 1, 1А, 3, 3А, парковой в домах 2 и 2А, а также в 8 детском саду насосной номер 2, бойлерной, отделение «Щадбанка», торговом центре «Феникс» и кафе «Маска». Ильичевский РЭС приносит свои извинения за причиненные неудобства. В Ильичевске продолжаются работы по замене систем электроснабжения в домах старого жилого фонда. В настоящее время капитальный ремонт проходит в доме номер 2 по школьному переулку. На эти цели было выделено 40 тысяч гривен. Жилому дому номер 2 по переулку школьному уже 48 лет. Его почтенный возраст является основной причиной неполадок в системе электроснабжения. Буквально с прошлого года мы начали вести целенаправленную программу по замене электросетей в жилых домах, особенно старого жилого фонда. Таких домов, как школьный переулок 2, домов по Корабельной, Хантадзе, Данченко. Эти дома действительно оборудование изношено и требует замены. Жители переулка школьного 2 признаются, что их дом давно нуждался в ремонте. Из-за перебоев электроснабжения они часто вызывали аварийные службы. Наш дом старенький, так сказать, и давно пришло время поменять электросети в нашем доме. Мы очень благодарны, что действительно меняют эти сети, так как прежде действительно видно было по работе сети, что имеет место короткое замыкание иногда. Поэтому мы частенько вызывали электрика, частенько пропадал свет. Поэтому действительно очень своевременно производится эта работа. В настоящее время специалисты электротехнического участка горжилуправления выполняют работы по замене большей части внутридомовой системы электроснабжения на школьном переулке 2. Уже полностью заменен питающий электрокабель в подвале, проходят работы по замене стояковых электрокабелей, замене электрощитков на лестничных клетках в четвертом подъезде. Старое, прогнившее, то оборудование, которое пришло в негодность, полностью меняется на новое оборудование, новые узлы, заменяется новый кабель с учетом увеличения сечения кабеля в соответствии с тем, что нагрузка в домах увеличивается в связи с приобретением жителями домов новых электроприборов, повышенной мощности, в том числе кондиционеров, бойлеров, электроплит и так далее. С этим учетом, с учетом времени сегодняшнего меняется это оборудование. Управление жилищно-коммунального хозяйства осуществляет работы по содержанию жилых домов и придомовых территорий за счет средств, которые оплачивают жильцы. Зачастую долги населения становятся препятствием для выполнения ремонтов в их домах. Стоимость таких работ около 40 тысяч гривен. На сегодняшний день это довольно приличная сумма для того, чтобы закупить материалы, произвести эти работы. Оплата пожилому дому не всегда соответствует расходам, затратам, которые несет КПК ЖКХ на обслуживание и ремонт дома. В частности, долг на сегодня по переулку Школьного 2 11 тысяч гривен. Это достаточно-таки большая сумма. Почему начали с четвертого подъезда? Потому что у них долг по дому 1300. То есть по отношению с остальными подъездами минимальный. И они с большим желанием и возможностью оплачивают эти долги. Поэтому мы начали работы с подъезда номер 4. И хотим сказать другим жителям подъезда, что если они хотят, чтобы мы заменили оборудование и электропроводку старую в их подъездах, то им необходимо погасить эти долги. Ремонтные работы в четвертом подъезде дома номер 2 на Школьном переулке планируется завершить в течение недели. Дальше работы по частичной замене систем электроснабжения будут проводиться в доме номер 2 по улице Хантадзе. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей Ильичевского телевидения. Сегодня с вами была Елена Прокопьева. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok